Натрем воздушный шарик омех и перенесем часть полученного таким образом заряда на поверхность металлической сферы. Металл – это проводник, и поэтому перенесенные заряды распределяются по поверхности сферы. Мы можем в этом убедиться, прикоснувшись сферой к электроскопу. Стрелка электроскопа заметно отклоняется. В равновесном состоянии напряженность электрического поля в любой точке внутри проводника равна нулю. Ведь если бы это было не так, то под действием электрического поля свободные заряды пришли бы в движение. Оказывается также, что весь избыточный заряд распределяется по поверхности проводника, а внутри проводника избыточных зарядов нет. Очевидно, что на поверхности шара избыточный заряд распределен равномерно. Посмотрим, как распределяются заряды по поверхности несферического проводника с вытянутым носиком, на который подано постоянное напряжение. Поднесем пробную металлическую пластинку к большой полусфере. Заряд, который на нее перетек, перенесем внутрь клетки Фарадея. Электрометр показывает напряжение 9 В. Теперь перенесем заряд с малой полусферы. Здесь электрометр показывает большее напряжение – 11 В. Наконец, приложим пробную пластинку к переходной конической части. Здесь показания электрометра составляют 7 В. Показания электрометра в этом опыте пропорциональны плотности электрических зарядов на поверхности проводника. Получается, что самая большая плотность поверхностного заряда наблюдается вблизи заостренной части проводника, а самая маленькая – на переходном конусе. Попробуем объяснить, почему так получается. В равновесном состоянии заряды вдоль поверхности проводника не перемещаются. Это означает, что электрическая сила, действующая на каждый заряд со стороны всех остальных зарядов, направлена перпендикулярно поверхности. По этой причине работа по перемещению пробного заряда вдоль поверхности проводника равна нулю. Потенциальная энергия пробного заряда во всех точках поверхности одинакова, и эта поверхность является эквипотенциальной. А форма удаленных от проводника эквипотенциальных поверхностей близка к сферической. Чем ближе эквипотенциальные поверхности друг к другу, тем больше здесь напряженность электрического поля. Значит, у носика электрическое поле будет самым большим, а на переходном конусе – самым маленьким. А плотность поверхностных зарядов пропорциональна величине электрического поля. А какова плотность заряда на внутренней поверхности полой сферы? Когда мы прикасаемся пробной пластинкой к наружной поверхности сферы, электрометр показывает 15 В. А теперь внесем пластинку через отверстие внутрь сферы и прикоснемся к ней изнутри. Аккуратно вынимаем пластинку, переносим ее внутрь клетки Фарадея. Электрометр показывает всего 1 В, так что на внутренней поверхности сферы заряда практически нет. И вообще, в любой полости внутри проводника поверхностный заряд будет равен нулю, если внутри этой полости нет никаких сторонних зарядов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова